Эти добрые люди Известно, что простые европейцы раннего и средневековья не знали древнегреческих авторов. Платона и Аристотеля, Гомера и Сафокла. Древнегреческий язык был давно забыт, а переводы не делались. Достоверное знание о прошлом было достоянием немногочисленной интеллектуальной элиты. Остальные довольствовались мифологией. Прошлое глазами средневекового человека. У нас в гостях историки Александр Сидоров, здравствуйте, и Станислав Мереминский, здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук. Основные труды, монография, отзывок настоящего, историческая мысль в эпоху Каролинского возрождения и историки эпохи Каролингов. Станислав Мереминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук. Автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английская история. Писание. Одиннадцатого-двенадцатого века». Представление о прошлом и вообще шире проблема памяти, да, как мне кажется, является одной из наиболее важных, одной из наиболее фундаментальных для гуманитарного знания, современного. Почему? Потому что ведь речь не только о том, что люди знают и помнят о прошлом, а речь о том, что это говорит больше о том, что эти люди знают о себе, по большому счету, да. Память, как известно, избирательно. Мы не помним все, что происходило, даже нашей собственной жизни. Это в той же самой степени относится и к народам, и государствам, и к целым цивилизациям. И, наконец, мы на самом деле не помним того, что было на самом деле, а мы помним то, что мы думаем, что мы помним о том, что было на самом деле. Вот это некоторые исходные посылки, которые мне хотелось бы озвучить вначале, чтобы потом продолжать разговор, в частности, о том, как средневековый человек воспринимал античность. Античность для средневековой цивилизации была в полном смысле слова фундаментом, да, потому что и политические структуры, и идеология, и религия, и право, и язык, в конце концов, и литература, и архитектура, и еще масса чего другого оказало огромное влияние на развитие средневековой цивилизации. Но странным образом влияние античности усиливалось по мере того, как сама эпоха античности удалялась от средневекового человека. То есть чем больше проходило времени с момента, как мы сейчас это называем, крушения античного мира, да, крушения античной цивилизации, тем большее влияние этот античный мир оказывал на средневекового человека, на средневековую культуру в самом широком смысле слова. Это тоже отдельный феномен совершенно. Для средневекового человека античность не кончалась, да. Это мы сейчас говорим о том, что вот варвары пришли в Рим в конце пятого века, да, что они свергли последнего римского императора, и для нас это такая точка отсчета, когда заканчивается эпоха античности, и начинается эпоха раннего средневековья, или вообще шире средневековья. Для них эта граница не существовала. Люди раннего средневековья, люди тысячного года были абсолютно уверены, что они продолжают жить в рамках римского мира, который немножко трансформировался. Но действительно в раннее средневековье многое просто позабыли. И причина здесь самая банальная на самом деле – это катастрофическое падение культурного уровня в принципе. Это разрушение многих структур – социальных, политических, идеологических, которые цементировали античный мир. Это разрушение произошло в значительной степени из-за воровских нашествий, которые ослабили римский мир, с одной стороны, а с другой стороны были вполне естественные причины внутри самого античного мира, которые его ослабили, которые привели к его вот такому краху, потому что внешние вторжения лишь таким оказались толчком к тому, чтобы вот этот мир остался в прошлом. Причиной падения Западной Римской империи стали постоянные набеги варваров, что привело к ее упадку. В 4010 году вестготами был взят Рим. В 455 году вечный город был снова захвачен, разграблен и разрушен, на этот раз вандалами. В 476 году вождь германцев Адаакр заставил последнего римского западного императора Ромула Августола отречься от престола. Этот год, 476-й, и принято считать конечной датой существования Западной Римской империи. У людей, которые начали жить на осколках этого античного мира, были другие задачи сиюминутные, были другие цели, была другая картина мира. Была другая система ценностей, в которую в значительной степени то, что нес в себе античный мир, не вписывалось. Вот это, пожалуй, одна из главных причин, почему случилось так, что в первые века после падения Западной Римской империи, то есть в VI, VII, даже VIII век в значительной степени, если получить до середины этого столетия, имеет смысл об этом точно совершенно говорить, люди, жившие в Европе, знали об античном мире все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Это касалось всего. Это касалось литературы, это касалось архитектуры, это касалось истории, это касалось, по сути дела, самых-самых разных элементов. Да, даже языка. С языка все и начиналось, потому что латынь, конечно, оставалась еще живым языком, по крайней мере, в регионах нынешних романских языков, то есть это Италия, конечно, Галлия, особенно Южная Галлия, Испания, но это была, во-первых, уже другая латынь. А, собственно, наверное, и в классическую эпоху, хотя у нас мало сведений, существовал разрыв между литературной, вот этой классической латынью Завотовик, а потом Серебряного, этих знаменитых римских поэтов-писателей, Вергилия, Авидия, Горация и так далее. И тем, той разговорной нормой, поскольку население, это все равно оно было романизированным в той же Южной Галлии, в Испании, например. То есть это были местные жители, Галлы или Иберы, которые приняли латинский язык и вообще римскую культуру, но сохранили какой-то свой прежний субстрат традиционный. То есть этот разрыв был, но, конечно, после варварских нашествий, после крушения окончательного Римской империи, этот разрыв начал стремительно увеличиваться. И появляется та самая разговорная латынь, которая потом даст начало современным романским языкам, французскому, испанскому, итальянскому, которую иногда называют латынью народной или кухонной латынью, хотя этот термин, в общем, введен был уже намного позже гуманистами, которые к этой латыни относились с большим пренебрежением. Которые на кухню нечасто заходили. Да, в общем, на кухню заходили нечасто и не очень представляли вообще, что это такое, но для них было явно, что вот эта латынь не соответствует классическим нормам, которые эти гуманисты старались восстановить и сами исследовать. Вот этот разрыв увеличивался и просто физически становилось все меньше людей, способных прочитать тексты, написанные на литературной высокой латыни, и тем более как-то их интерпретировать или тем более создать самостоятельно что-то новое. Этот процесс, как Александр Иванович правильно заметил, был не одномоментным. Он шел постепенно, и здесь варварские нашествия, политические события стали скорее катализатором каких-то изменений, а не их основной причиной, поскольку уже в последние века существования Римской империи, в III-IV веке, когда она политически существовала и была даже временами довольно сильной в военном, например, отношении, все равно современники отмечали постепенный упадок культуры, упадок вот тех самых традиционных римских ценностей, которые военную доблесть включали как одну из составляющих, но только одну и не главное. Все-таки это была культура городская, в значительной мере ориентированная на хорошее знание литературы, на хорошее знание юриспруденции, то есть элемент судопроизводства и законов играл важную роль в культуре, он ее пронизывал. То есть культура ориентированная во многом на гражданские ценности, выплощенные, скажем, в трудах Цицерона, особенно Ярка, который ставил все-таки их выше военной доблести, которая воспринималась во многом как элемент такого варварской культуры. Вот это все приходит в упадок, приходит новая элита, для которой все это было очень, если нужно, то в очень незначительной степени, в самом минимуме. И в связи с этим уже в поздней античности возникает такой феномен, как самого разного рода компендиумы. То есть уже становится необходимо излагать в кратких сравнительно сжатых трактатах базовые понятия и по истории, и по самым разным дисциплинам. И такие компендиумы получают широкое распространение просто потому что... Такого и таких людей, которые вознуждаются. Да, потому что потребностей в знании, очевидно, было меньше. Меньше и потребность была именно в базовых каких-то вещах. Вот в истории это проявилось в жанре бревиариев, который получил большое распространение в 4-5 веке. Причем эти бревиари писались, видимо, ведь не столько для варваров на самом деле, сколько для, собственно, вот той самой пресловутой римской элиты, да? Да, просто это была уже другая элита. Давайте расскажем, что такое бревиари все-таки. Бревиари, да, это от латинского brevis, краткие, то есть это вот сочинения, которые представляли собой очень краткую выжимку истории инкоммерима. Ну, такие краткие конспекты. Да. Краткие конспекты, краткие пересказы больших пространных... В этом году было тот и тот... Больших пространных сочинений, да, совершенно верно. Скажем, если... Без подробных обеспечений. Если Тит Ливии написал несколько томов, да, то бревиарий... Несколько строчек об этих же событиях. Да, мог посвятить этому же периоду, ну, может быть, несколько строчек, или несколько абзацев, или несколько страниц. Не более того, этого было достаточно, да, то есть не было у людей потребности читать Тит и Ливия в полном объеме, а было достаточно вот узнать какие-то краткие факты, изложенные под определенным углом зрения. То есть упадок был на лицо культуры. Ну да, или другой тип тоже выжимок. Это, например, сочинения, в которых история сводилась к набору анекдотов, занимательных историй, которые уже оказывались лишены какой-то целостности хронологической или тематической даже. А такие занимательные истории, которые можно было использовать или как примеры, или как просто... Развлечения. Да, конечно. Очень часто авторы писали о том, что они недостаточно хорошо владеют латинским языком. И чтобы достойно описывать предмет, ну, например, жизнь императора, да, им... Это лучше было бы сделать языком Цицерона, например, да, или кого-то из великих римских классиков. Но они на это не способны, поэтому они умолкают, либо они, так сказать, сокращают и делают некий конспект. Вот это на самом деле парадоксальная вещь. То есть средневековое отношение к античности, представление об античности в Средневековье, оно, отношение к ней, оно полно противоречий. С одной стороны, средневековый мир постоянно смотрел назад, он постоянно вглядывался вот в эту глубь веков, пытаясь рассмотреть что-то очень важное для себя, что можно было бы взять и освоить. А с другой стороны, это не очень-то поощрялось. Вот этот парадокс, ну, он, конечно, во многом связан с церковью, потому что, ну, начнем с того, что христианская церковь – это такое же порождение античного мира, как и многое другое, да? Не будем об этом забывать. И христианская религия, и христианская церковь. И вот эта двойственность, она очень рано появляется. То есть, с одной стороны, это вроде как тоже элемент римского мира, который сохраняется, и в рамках которого многие традиции римские, культурные, сохраняются, и политические, и идеологические, и так далее, право, и еще масса других вещей. Но с другой стороны, память о том, что мы другие, что христиане – это не язычники, что христианская церковь избранна, да, что христианский мир – это мир, который спасется, да, он вырабатывал, ну, если хотите, такое настороженно, высокомерно презрительное отношение к тому, что не вписывалось в его рамки, это доходило до парадоксальных вещей, но, например, хорошо известно, что папа Григорий Великий в конце VI века просто запрещал, например, гальским епископам читать античных акторов, запрещал, потому что, с его точки зрения, это был прямой путь к разврату, в самых разных смыслах этого слова, прежде всего, это был прямой путь к сомнению, к сомнению в ценности… к неверию в христианских рамках, потому что неверующих людей, как известно, не бывает. Это была просто другая, так сказать, это был путь, вот путь, который мог привести человека к тому, что он мог сомневаться и, так сказать, смотреть в сторону, а не прямо. Но при этом было понятно, что без античной литературы, без классической литературы, например, ну, нельзя научиться латыни, а что значит «нельзя научиться латыни»? Значит, нельзя проповедь вести, значит, нельзя книжки писать, нельзя организовывать богослужения. Вот это противоречие, оно на самом деле, оно прослеживается вот из века в век. То есть, с одной стороны, понятно, что без этого невозможно обойтись, и с этим нужно уживаться, и это нужно брать, это нужно осваивать. С другой стороны, все время, все время сквозит вот эта мысль о том, что это плохо, с этим надо поосторожнее, это путь порока. Мы встречаем массу, ну, например, такого рода пассажей в жнеописаниях великих аббатов конца раннего, средневековья, начала классического периода, ну, то есть, собственно, эпохи монашества. Ну, например, Адона Клинийского, одного из самых известных и хрестоматийных аббатов, может быть, вообще за всю эпоху средних веков. Как известно, он увлекался, он увлекался античной литературой, и автор, который описывал его житие, пишет о том, что вот однажды ему приснилось, он собирался читать Вергилия на следующий день, и ему буквально накануне приснилась красивая античная ваза изящно, изящных форм, прекрасных росписей, из которой вдруг стали выползать змеи ядовиты, и он с большим трудом спасся от этого клубка яда. Проснувшись наутро, он, естественно, решил, что больше никогда не будет читать античную литературу, и, собственно, он это слово сдержал. Вот это тоже эти отношения к прошлому, да? Это тоже отношения к себе через отношения к прошлому, да? Вот это вот такая тонкая вещь. В Каролинский период, да, когда начался, по сути дела, первый раз после нескольких столетий такой всплеск ярких интересов к античному периоду, к античной истории, к античной культуре, в широком смысле слова, и появилась, кстати, масса талантливых людей, которые стали не просто хорошо писать на латыни, а прям вот реально подражать античным авторам, да, которые очень увлекались сюжетами античными, которые читали Авидия, Вергилия, Горация, Теренция, историков римских великих, конечно, Цицерона, безусловно. В одном из лучших каролинских монастырей в Туре в начале IX века, в первой четверти IX века была создана одна из лучших, наверное, на сегодняшний день рукописей с сочинением Святония. Судя по маргиналиям на полях этой рукописи, его активно читали в IX веке. И эти маргиналии позволяют понять, что именно они вычитывали оттуда, из этой рукописи. С одной стороны, явно совершенно многие читатели обращают внимание на то, как римские императоры правили, ну вот на саму технику. Особенно их привлекал то, что связано с Цезарем, ну потому что это был путь к власти, вот в прямом смысле слова, что было важно для воспитания, скажем, каролинских государей. И явно совершенно эти маргиналии указывают на то, что они берут, заимствуют разные примеры из Святония для того, чтобы сделать некую компиляцию в таких педагогических целях для принцев. Но при этом другие авторы обращают внимание на вещи, которые должны вызывать осуждение у средневекового читателя, у каролинского читателя. Ну, например, на то, что Цезарь имел гомосексуальные связи, да, с, так сказать, с некоторыми правителями, и таким образом, в частности, он тоже приходил к власти, увеличивал свое могущество. Что Цезарь был развратником, когда уже стал могущественным человеком, и от него прятали жен, когда он приходил в город. Святония ведь не сдерживался, да, он писал, так сказать, довольно откровенные вещи про своих героев, причем и положительные, и отрицательные. Беспрестрастные. Да. Но важно, что каролинские читатели обращали внимание и на то, и на другое. И это и есть противоречие, понимаете, вот они ищут путь, они ищут какой-то осторожный путь. То есть, с одной стороны, да, у римлян можно учиться, и есть чему учиться, и нужно учиться, но с другой стороны, мы должны помнить о том, что они не святые, что это не идеал, что им нельзя слепо подражать, что мы лучшие, потому что мы христиане, да, что мы носители истинных ценностей на самом-то деле. Вот это такой путь, путь компромиссов, путь очень сложный, путь, который каждый, на самом деле, выбирал себе сам. И здесь, кстати, можно добавить, что не все его придерживались, потому что существовала такая, может быть, отчасти маргинальная, но устойчивая на протяжении всех средних веков тенденция как-то всеми правдами и неправдами оправдывать античность. И есть очень яркие это примеры. Например, в средние века была распространена широко легенда об императоре Трояне, это император-язычник второго века, но вот он был известен не только как очень доблестный полководец, но и как справедливый человек. И, собственно, история о том, как он отправлялся в военный поход, собирался выступать из Рима, его уже на выезде из города встретила вдова, которая, значит, и попросила у правосудия о том, что рассмотреть ее дело. Император сначала очень долго не хотел, но потом понял, что, в общем-то, он поступит несправедливо, если сейчас ее не выслушает. Задержал поход, рассмотрел это дело, вынес справедливый вердикт, только потом продолжил, значит, свою военную кампанию. И вот по преданию папа Григорий Великий однажды прочитал в биографии Трояна эту историю, она ему очень понравилась, он понял, что, хотя Троян был язычником, но он был, в данном примере явил пример, в общем, который христианам не дурно бы взять, и помолился за Трояна. Причем так помолился, что по своей собственной благодати, смог его вызволить из ада. Троян Марк Ульпий, римский император с 98-го года нашей эры из династии Антонинов. При нем Римская империя достигла своих максимальных границ. Были завоеваны Дакия и Набатея. В результате войны с Парфианским царством была оккупирована Великая Армения и завоевана вся Месопотамия. Это было такое неожиданно для людей, любивших античность, интересовавшихся ей, показатель того, что, в общем, даже язычник мог быть добродетельным человеком, и даже для него, в общем-то, может быть, не потеряно вполне спасение и рай не вполне закрыт. Другой пример – это образ Вергилия, который в средние века тоже постепенно так из-под воль начинает осознаваться как такой тайный христианин практически, который как бы как пророк, что, в общем, нашло самое яркое выражение, конечно, у Данта в божественной комедии. Здесь особое значение имел один образ из Георгия Квергилия, где было предсказано в наступлении Золотого века, когда наступит в земле всеобщий мир. По-видимому, этот образ был связан изначально с фигурой Августа, римского императора Августа, при котором Вергилия, значит, жил и при котором он ожидал. И работал. Да. наступление этого Золотого века, но в Средний век это было интерпретировано как пророчество о Христе, тем более, что Вергилий был современником Христа старшим. И, значит, в этом уже начинали вчитывать какие-то христианские мотивы и постепенно все-таки тем самым и сочинения Вергилия как бы реабилитировались и уже воспринимались. Вот не как говорил Александр, так и ваза полная ядовитых змей, а как чтение, если не душеспасительное, то, по крайней мере, не бесполезное. Но Вергилий воспринимался всегда по-разному. По-разному. На самом деле, чаще он воспринимался положительно. Не будем забывать, что вообще-то Вергилий входил в список обязательных классиков для, так сказать, ну, маломальски приличного образования. Да? Вергилия нужно было читать и учить латынь и риторику, так сказать, вот на этих текстах, в частности. Пример с Вергилием интересен еще и в другом отношении. Ведь важны были не только Буколики и Георгики, вот о чем говорил Станислав, но и Инаида, эпическая поэма Вергилия. Она важна была в значительной степени потому, что через вот эти истории, эти образы, о которых рассказывал Вергилий, средневековые люди, средневековое государство, средневековые сообщества воспринимали свое место в истории. Сейчас объясню, что я имею в виду. Я имею в виду троянский миф. Троянский миф, который зарождается где-то в раннее Средневековье и который оказывается очень живучим, который обретает массу вариантов. Смысл его очень прост. Он сводится к довольно простой схеме, что на самом деле средневековые народы, которые живут сейчас на территории Европы, Европы, в частности Франки, но не только Франки, самые разные народы. И римляне, они, во-первых, родственники, но это не все. Это не означает, что, скажем, Франки дети римлян, то есть первые были старше, а вторые были младше. А и римляне, и Франки, ну или шире варвары, то есть не римляне, они братья, потому что они есть в ветве одного народа, который ушел из-под Трои в эпоху Троянской войны, был, он разделился где-то на Дуная, или сучит масса вариантов, ну в Паноне где-то еще, и было три брата, каждый из которых увел свою часть народа, в свою часть Европы, и потом эти вот эти 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 осколки одного одного племени и дали по сути дела эту европейскую цивилизацию. Троянский миф очень четко вот очень объясняет вот эти механизмы отношения к прошлому. Им нужно было это прошлое, им нужно было это прошлое, чтобы понять самих себя, чтобы себе объяснить, кто они в этом пространстве времени и в этом пространстве истории. И удивительным образом они себя ощущали частью этого прошлого, в том числе и римского, кстати, в том числе и античного. Они воспринимали себя как часть вот этого римского мира, они хотели быть его частью. На уровне элит, нужно сказать, это прослеживается фактически с самого начала, уже, так сказать, с 4-го, с 5-го, с 6-го века, только варвары оседают, уж тем более, когда они образуют свои королевства на обломках Западной Римской империи, то элиты, новые элиты варварские, правящие, они очень быстро начинают адаптировать для себя всякие элементы римского наследства. Речь, конечно, об элементах, очень часто о внешних атрибутах, но тем не менее, они принимают звания консулов, например, они одеваются в тоги, они какие-то ритуалы заимствуют, они адаптируют, они организуют практику своих канцелярий, например, ориентируясь на то, как это было сделано в римских, так сказать, условиях и так далее, и так далее. Но, по сути дела, первый такой мощный, яркий всплеск, вот именно такой концептуальный всплеск интереса к античности произошел уже, конечно, в Каролинскую эпоху, примерно с конца 8-го века в 9-м веке это очень четко, явно видно, и это связано в значительной степени с политическими процессами, которые в это время шли в Средневековой Европе. Франки очень быстро создали огромное государственное образование, в течение нескольких десятилетий они завоевали огромное пространство, но большую часть Европы современной, и параллельно с этим начинают вырабатываться вот в королевском окружении идеологические схемы и модели, которые позволили бы вот это огромное образование цементировать еще и с точки зрения идеологии. И так рождается идея империи, идея возрождения империи, которая никуда не уходила по мнению идеологов каролинских, потому что они апеллировали к отцам церкви, которые говорили о том, что вот есть четыре империи, последняя будет существовать до конца света, то есть до страшного суда, до второго пришествия, она не может исчезнуть, да, это тоже такой, тоже такой концепт, причем это авторы христианские, это тоже концепция, которая в рамках римской церкви вот прописывала определенные отношения к античности, в частности к римской. И вот появляется идея трансляции империи, идея перенесения империи от народа к народу, то есть сама империя сохраняется как образование, да, в умах людей, поскольку она исчезнуть не может, она может исчезнуть только с концом света, да, только с концом света, это и будет такой финал. Но народы, которые несут эту империю, несут эту власть, они могут меняться, и вот на каком-то этапе этим богоизбранным имперским народом стали франки, с точки зрения королевских идеологов. Карл Великий, король франков и лонгобардов, император Священной Римской империи. Имя Карла дало название франкской династии королей и императоров, королинги. Карл Великий раздвинул пределы франкской державы почти до границ былой Западной Римской империи. Особенно долгие тяжелые войны он вел с племенами язычников саксов. На Рождество 800-го года в Риме Папа Олег Третий провозгласил Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромала Августула. Почти все, что мы знаем сегодня об античной литературе, мы знаем только благодаря тому, что королинские монахи в свое время это скопировали, это нашли, скопировали и растиражировали. Да. Если надо пояснить, что все-таки речь идет о атиноязычной литературе, конечно, да. А римской литературе? Там сохранялась империя, восточно-римская, потом и византийская называют с какого-то момента. И там на греческом языке в общем традиция не прерывалась, хотя там были свои моменты. Например, там, по-видимому, очень важным рубежом стал седьмой век арабское завоевание, потому что в одном, в общем, в очень короткий исторический период от империи оказались оторваны регионы важнейшие и экономически, и культурно, и идеологически был потерян Иерусалим, центр христианского мира. Была потеряна Александрия, один из древнейших очагов христианства и вообще науки, греческой науки. И литературы, в том числе. И литературы, да, в том числе. То есть вот регионы, которые осознавались как сердце во многом империи, ну, для Востока, попали под власть народа, в общем, который считался языческим, потому что такой слам не очень представляли себе в тот момент. Это тоже надо было осмыслить, и это тоже для Восточной империи сыграло роль такого, в общем, переломного во многом момента. Но там все-таки сохраняется литературная традиция до 15 века, до падения Константинополя. Она становится грекоязычной с какого-то момента. И вот этот момент окончательно означал распад вот этого существовавшего с античности средиземноморского единства. Когда в Византии приходит греческий язык уже не только в литературу, но и в официальную документацию, церковную документацию окончательно, на Западе закрепляется латынь, и на Западе забывают греческий. Это произошло не сразу, постепенно, но это произошло уже на протяжении поздней айтичности, еще до падения Римской империи такой разрыв был. Хотя, конечно, в классическую эпоху образованные римляне греческие знали. Они ездили, как тот же Цицерон, учиться в Грецию, там изучали риторику, философию. Но, к счастью, в тот период, когда этот процесс забывания греческого на Западе еще не завершился, успевают многое перевести. Ну, немного, но кое-что. Все-таки перевести такие люди, как, например, Баяцей, которого называют последним римлянином, успел перевести ряд сочинений. Кассиадор, Кассиадор и Ироним, да, в особенности, конечно, который, собственно, перевел на Ватынь, Библию сделал, перевод по священному писанию, ставший каноническим на Западе. Вот такие люди помогли перенести какие-то элементы греческой учености на Запад. Потом практически все. Вот даже в Каролинскую эпоху, когда в Европе были достаточно образованные люди, греческие там знали ну, единицы. Может быть, такой... Были отдельные эрудиты, которые могли, причем очень хорошо владели греческим, и могли читать греческие тексты, их комментировать, осмысливать. Их было действительно очень мало. По пальцам пересчитать. Пальцам за руки их хоть. Прадоксальным образом, кстати, дольше всего знания греческого сохранялось на Крайнем Западе Европы, Ирландии и Британии. Как ни странно, но там были особые обстоятельства, которые этому способствовали, потому что, скажем, в Британии одним из крупнейших архиепископов Кентерберийске в VII веке был Теодор Грек. Грек из Малайзии, старца, который, видимо, привез с собой какую-то группу своих единомышленников, привез много книг, и вот там такой был очаг греческой учености, небольшой, но важный. В Ирландии тоже такие очаги были, они сохранялись. Там, скажем, в караинскую эпоху был совершенно уникальный такой человек, как иоаннского Ториогена, который смог на латынь перевести сложнейший богословско-философский трактат ореопогитике. В чем еще проявляется адаптирование античности, скажем, в караинской эпохе, помимо вот таких чисто практических вещей, то есть они буквально спасали античную литературу и ее тиражировали, они начинают ее адаптировать для собственных нужд. Или осмысливать. Зачастую они делают это даже механически. Ну, например, они пытаются подражать слогу. Да, они, например, пытаются подражать формальной структуре текстов. И так появляется одно из самых известных сочинений каролинского и не только каролинского времени жизнеописания Карла Великого, написанное Эйнхардом, который явно совершенно был вдохновлен вот тем самым святонием, о котором мы уже сегодня говорили. Да, это был другой текст, но схема была заимствована у римского автора и более того, вот в этом тоже проявляется способ адаптации. А Эйнхард, например, описывая образ Карла и давая ему характеристики определенные, он их как бы конструирует, собирая из отдельных фрагментов, которые он у святония же и находит в отношении разных императоров, да, какие-то оценочные суждения, поступки и прочее, прочее, он их собирает из разных, из разных, из разных частей текста и строит новый концепт, как бы, но этот концепт описывает уже христианского государя, императора. Вот эти цитаты, вот этот способ, способ адаптации античных памятников, он прослеживается в ряде вещей. Ну, например, хорошо известно, что география в значительной степени, ну, в ранней Средневековье точно, а я думаю, что во многом и в классический период тоже, география прописывалась исходя не из реальных знаний пространства, а исходя из того, что удалось найти у античных авторов, потому что зачастую, например, знания о Германии черпались из Тацита в Каролинский период, например, да, знания о Галле из Цезаря, разумеется, и так далее, и так далее. Здесь можно огромное количество примеров привести. Важный момент, что в античности и в Средние века практически не было карт в современном понимании, то есть карт с масштабом определенным не было вообще, они появляются уже в новое время. А то, что называлось мапамунди, карта мира, это был текст. Это часто был текст или в крайнем случае очень приблизительная схема диаграммы, как бы мы сказали. То есть для античности географический текст это описание, могла быть диаграмма, если там надо сложно. Ну, в общем, это описание, то есть перечень пунктов или перечень, скажем, остановок по дороге или перечень рек, гор, не знаю, там, городов. Списки. Эта культура списков, она вообще характерна для раннего Средневековья. Это касается и географии, и истории, получают распространение перечней правителей, перечней епископов, перечней попримских и так далее. Это была одна из форм освоения времени, например. Еще один очень важный момент освоения античности, очень близкий к тому, о чем мы сейчас говорим, но совершенно в другой области, в архитектуре. Мы видим, на самом деле, тот же самый процесс, процесс цитирования, процесс заимствования фрагментов, причем в буквальном смысле этого слова. очень хорошо известно, что королинские церкви и королинские дворцы, которые строились в Галлии или строились в Германии, ну, по Рейну, да, я имею в виду вот эту часть Германии, очень часто строились буквально из фрагментов римских зданий. Очень часто... Были, что эти здания были там. очень часто римские колонны вписывались, выламывались, более того, привозились из Рима или из других итальйских городов в Галлию, чтобы стать частью новых зданий. То есть, понимаете, это тоже надо понимать. Это вот та самая трансляция империи, о которой я говорил, перенесение империи от народа к народу, то есть империя сохраняется, но народ ведущий меняется. И этот народ заимствует империю в том числе в таком буквальном физическом смысле слова. То есть, они могут привозить колонны и делать храм христианский. Ну, как это сделал Карл Великий, ну, точнее, его архитекторы, архитекторы, идеологи. Это, в общем, такой был круг людей, тут сложно их разделить. Писатели, эрудиты и прочее, прочее. В Ахине, когда он построил капеллу, эту знаменитую свою, она сохранилась до сих пор. Ну, она перестроена, но внешний, так сказать, антураж остался. Где римские колонны стоят в христианском храме, вот концепция. Это нигде есть противоречия, да. Для нас, может быть, противоречия осознаются, для них нет, потому что Рим всё равно воспринимался уже как центр христианства в первую очередь. Ведь параллельно с этим происходил, из Италии везли не только римские древности, но и мощи святых, например. И мощи святых, совершенно верно. В этом не было противоречия, это были две стороны, в общем-то, одного процесса, конечно. То есть античность была всё равно идеалом, как бы к ней амбивалентно не относились. Это был идеал, потому что это была культура, давшая великих людей во всех смыслах и в политическом, и в литературном, и в религиозном. И в научном. И в научном, да. Хотя с наукой было, конечно, особенно в раннее средневековье не очень хорошо, но некоторые её отрасли всё-таки процветали. Например, в отношении хронологии средневека пошли дальше античности. Это было... Хотя тоже, в общем-то, сами средневековые люди это не очень осознавали, но в ранней средневековье произошёл огромный, огромный качественный шаг вперёд, когда появилось для всей Европы, для всего христианского мира единое летосчисление. Вот Рождество Христово, которым мы пользуемся до сих пор, как, в общем-то, известно, оно было введено в VI веке монахом Дионисием Малым, который был родом из Скифи, это территория современной Румынии, видимо, оно жило в Риме в тот период и занимался проблемами вычисления Пасхи. Это была проблема актуальная на протяжении всего раннего христианского периода, поскольку основная проблема в том, что из Евангелия мы знаем, что распятие Христа произошло, оно было привязано к иудейскому празднику Песах, который вычисляется по лунному календарю. При этом государственный календарь, который был в Римской империи, юлианский календарь был солнечный. Это два совершенно разных принципа, которые надо было как-то совместить. Попытки делались разные. Здесь основным центром на Востоке была Александрия, где довольно рано были разработаны правила, но они оставались локальными. Сказали, в Риме долго существовало свои правила, Пасхи менее точные. И всё это надо было как-то совместить. Вот Дионисий это сделал окончательно, смог это совместить и параллельно, в общем, как попутный такой штрих дополнительный, он предложил отсчитывать вот эти девятнадцатилетние циклы пасхальные от года воплощения Христа, Рождества Христова. Поскольку в Александрии до этого была распространена другая начальная точка, вот начало правления императора Диоклетиана. Она достаточно случайно выпала, но с именем Диоклетиана связывалось последнее, самое мощное гонение на христиан в Римской империи. То есть он воспринимался как такой архетипический тиран, плохой император, враг церкви. Потом был хороший Константин, да. И вот Дионисий посчитал, что привязывать такой важный момент, как начало эры к правлению Диоклетиана, ему показалось это неуместным. Он предложил дату от Рождества Христова, которая кстати вошла в виход далеко очень не сразу. Не всюду. Не всюду, да. Происходил постепенно. И даже когда она распространилась периодически, появлялись эрудиты, которые на основе текста священного писания, на основе вычислений пытались предложить альтернативу. Например, в 11 веке был такой ирландский монах Мариан Скотт, который огромную совершенно проделал работу по кропотливому вчитыванию священного писания. Очень подробно и аргументированно доказывал, что на самом деле надо дату Рождества сдвинуть на 22 года назад. И даже в какой-то момент многие, немногие как раз образованные люди, которые его читали, в общем-то соглашались. Ни одного аргументированного ответа он не встретил. Но при этом все равно его схема не получила распространения, потому что к тому времени уже Эра Дионисия пошла в обиход. Она была удобной. И традиция уже состоялась. Традиция уже была, да. Но это все равно было огромное новшество, потому что если мы посмотрим на то, как вообще воспринимали время в античности, там совершенно все по-другому было. Там год могли обозначить в Римской империи по консулам. Это, собственно, была единственная официальная датировка, которая использовалась во всех документах по консулам, которые вот ежегодно выбирались. Да, год таких-то консулов. Поскольку была еще эра от основания Рима, эта дата была точно неизвестна, там существовало несколько параллельных традиций, и, в общем-то, этой датой пользовались только какие-нибудь эрудиты в своих ученых трудах. А в обиходе мог быть год консула или потом в империю такой-то год такого-то императора. То есть время осознавалось относительно. Потом с 4 века получается широкое распространение системы так называемых индиктов. 15-летние циклы, которые были, видимо, налоговыми первоначально, тут не совсем все понятно, вот могли обозначать такой-то год индикта. Причем сами вот эти 15-летние индикты не нумеровались. Это просто не нужно было. В обиходе достаточно было 15 лет достаточный период, чтобы идентифицировать год. А большинству людей какие-то более масштабные хронологические схемы просто были не нужны. представление об относительности года, например, в античности, в римской античности было связано с представлением о нелинейности времени, а скорее с представлением о цикличности времени. В этом смысле год, ну, достаточно было его идентифицировать по консулу, то есть не нужно было точно понимать на относительно большом промежутке времени, какой год шел за каким-то, и так далее, и так далее. в средние века представление постепенно, это происходит очень трудно, но оно меняется. Вот это время, вот этот круг временной, он разрывается и вытягивается в линию. Время становится конечным, оно начинается в определенный момент времени, то есть от сотворения мира, оно имеет еще одну важную точку. Воплощение. Воплощение. И оно имеет конец, когда его больше не будет, это страшный суд. Оно как бы растягивается. Вот это, пожалуй, момент ключевой. Почему постепенно, постепенно вот эта идея была принята, идея отсчета лет и идея понимания о том, что каждый год уникален. Вот Станислав Григорьевич начал говорить об аналах, я хотел бы здесь один момент обозначить, оттенить просто в связи с этим. Действительно, в раннее Средневековье позднее аналы очень часто представляют собой исторические тексты с довольно пространными какими-то пассажами, рассказывающими о том, что случилось в этот год и так далее, и так далее. Но в раннее Средневековье мы очень часто видим действительно просто список лет, где иногда, может быть, раз в 15, 20, 30, 50 лет может появиться какая-то одна запись, например, «Умер такой-то аббат», или там, не знаю, «Умер такой-то король», или что-то еще, или там солнечное затмение произошло. Но сама простыня остается белой, чистой, пустой. Более того, она может включаться во всякие кодексы компелитивные, исторические, например, или хронологические, как важный элемент истории и хронологии. Тут очень сложно было эти вещи разделять в какой-то момент времени. И это, видимо, было связано, ну, в ранней Средневековье, по крайней мере, потом это, потом это, видимо, как-то меняется. Это было связано с тем, что важно было посчитать не только количество лет, которые прошли от сотворения мира, сколько понимать, сколько времени осталось до конца. Вот почему был важен перечень лет. Не факты, которые к этим годам привязывались, это потом уже что-то меняется в головах людей. Вот скажите, в частности, при Каролингах тут происходит подлинная революция действительно в истории Писания, когда вот эта схема, схема годовая, схема лет, она вдруг адаптируется к хроникам, и она превращается в полноценную, огромную, развернутую идеологизированную. Крайне, крайне идеологизированную. Но это был совершенно, это был такой концептуальный переворот. Но, вот все-таки рождение аналистики, как мне представляется, связано вот с этими страхами, вот с этими страхами, прежде всего, и с желанием понять, сколько нам еще осталось. Я вспоминаю один кодекс, с которым я работал в свое время, из Сангарина, кодекс с таблицами, с аналами какими-то местными, и с таблицами девятнадцатилетних циклов. меня поразило, я помню, что вот эта книга девятнадцатилетних циклов, книга расчетов девятнадцатилетних циклов обрывается на 999-м годе. Потому что в тысячном конец света. Потому что в тысячном может быть уже ничего и считать не нужно. Уже и не важно, когда Пасха будет. Понимаете? И все остальное не важно. Вот это вот, это вот вещи, которые тоже нужно, нужно, конечно, обязательно учитывать. Действительно, вот эта схема, схема, ну, во-первых, представление о том, что время линейно, и то, что есть точки отсчета, определенные на этой оси, горизонтальной, она приживается далеко не сразу. И она приживается как бы поначалу за пределами светских практик. Это такая история церковная, по большому счету, актуальна для совершенно определенного сообщества, которое в это было вовлечено, которое об этом думало, которое было связано с вычислениями, для которых это было важно особенно, да, которые читали тексты определенные и так далее, и так далее. Для королевских канцелярий это очень долго не было актуально. В королевских канцеляриях в раннее Средневековье, вплоть до 10 века, это совершенно точно, сохраняются римские практики. Собственно, они формально сохранялись и дальше. Вот та же система индиктов, о которой я говорил, она существовала до конца Священной Римской империи, которую ликвидировал Наполеон Бонапарт в 1804 году, а все, собственно, законы продолжали датировать этими самыми индиктами. Либо индиктами, либо годами правления. Да. Причем здесь всегда возникали сложности, да, потому что, ну, например, Людовиков и Карлах в 8-м, 9-м, 10-м веках было много. Их путали. Их путали. Да. Непонятно было, кто за кем идет. Ну, вот диплом есть, там он подписан, там второй год правления императора Людовика, да, какого-нибудь. Что за Людовик? Что за император? Когда он был? До того или после того? Для них здесь не было проблемы, видимо. Это было просто иное совершенно отношение и ко времени, и к документу, и к практике. Вот. Но вот эта схема постепенно побеждает. Схема, о которой говорил Станислав Варегович, схема линейная, схема подсчета лет, схема представления о том, что каждый год уникален, она побеждает с большим трудом, в частности, в том числе и в королевских канцеляриях. И с какого-то момента вдруг дипломы начинают датироваться от воплощения. В 9 веке появляется социальная группа, которая является носителем памяти и знания о Риме, о римской культуре, о римской литературе, о римских традициях. Да, они по-своему это воспринимали, но эта группа появляется и, более того, благодаря этому происходит дальнейшая трансляция всего этого наследия. Следующий всплеск большой, это, наверное, будет 12-й век, конечно. 12-й век, конечно, да. Когда этот интерес к античности возникает и в монастырях, конечно, здесь мы можем найти примеры таких же монахов-эрудитов, как в королевскую эпоху, которые читали очень много, читали отнюдь не только отцов церкви, но и классиков и сочинялись, скажем, подражания о видео вполне, могли сочинять, оставаясь при этом вполне церковными людьми. Также переписывались в поисках каких-нибудь неизвестных книг, рукописей и могли радоваться, найдя там новое письмо Цицерона совершенно просто самим фактом того, что вот они это нашли. Удовольствие, да. Потому что ведь это было настоящее удовольствие. То есть сначала этот человек, скажем, находил в каком-то другом тексте ссылку, а вот есть такой-то еще трактат. Он его начинал искать в своей библиотеке. Он мог поехать куда-нибудь в окрестности, мог со знакомым переписываться, а вот не видел ли кто-то еще. Вот если он его находил, это же было счастье. Это было для него настоящее счастье. Но это в XII веке уже не только монастыри, это и школы при кафедральных соборах, при крупных, из которых потом уже в основном в XIII веке вырастают университеты. И, конечно, появляются люди, которые смотрели уже на античность шире, например, как Абеляр, который был, конечно, священнослужителем и, в общем, писал и христианские трактаты, но для него античность явно представляла какую-то самоценность, самостоятельную ценность. Тут еще момент важный. В XII-XIII веках интерес к античности совершенно отчетливо и очень ярко проявляется в среде светской аристократии. Светской аристократии, которая начинает читать романы псевдоисторические, античные, всякие тексты исторические или псевдоисторические, которые начинают цитировать, которые начинают себя вовлекать в мир Александра Великого. Троянской войны и той же самой. Романы средневековые пишутся на эти сюжеты. Средневековые поэмы, средневековые авторы пишут об античной истории в категориях современной реалии. Для светских людей. То есть это вот такой происходит феномен. Очень интересный. Троянская война, например, начинает осознаваться как величайший подвиг рыцарский. Рыцарский, да. То есть тот же Ахилл или Гектор – это рыцари. Такие же рыцари, как и паладины Карла Великого, и рыцари кругового стола короля Артура, и как современные им. То есть это все начинает восприниматься как такое единое прошлое, которое, в общем, конечно, для людей-светских, для светских аристократов очень слабо было структурировано хронологически, для них это все была какая древность. Что там было раньше-позже, им было мало интересно. Для них, конечно, были интересны сами события, яркие. В то же время возникают интересы контичной науки. Здесь важным фактором было влияние арабов, потому что как раз в XII веке в Европе начинают переводить с арабского тех же античных писателей, которых арабы ранее перевели с греческого, потому что арабы и евреи, отчасти, они греческие знали. И вот неожиданно оказываются вброшенными в средневековую культуру труды Аристотеля, которого знали до этого очень ограниченно. Тут появляется такое совершенно новое богатство. Труды по медицине, право, конечно, очень важны. Труды по механике, каким-то физике. Но что интересно, почти не было трудов по истории, потому что арабам античная история была неинтересна. У них был Коран, там все написано, какие-то вещи практические они заимствовали. У них была своя точка отсчета. Да. А, скажем, Геродот, Фукидит или даже Гомер им были мало интересны, поэтому они в Европе парадоксальным образом остались до XV века, XVI почти неизвестны. Нельзя говорить, что у них не было чувства исторической дистанции. Оно было. Понятно, что там были древние писатели, были современники, но не случайно как раз в XII веке Бернард Шартерский, представитель как раз одной из таких новых кафедральных школ при соборе в Шартере под Парижем, написал знаменитую фразу, которую потом многократно цитировали, что мы карлики, стоящие на плечах великих гигантов, но поэтому мы можем видеть дальше. То есть все равно как раз в XII веке, пожалуй, впервые зарождается идея соревнования, соперничества, что мы в чем-то все равно можем пойти дальше. Когда появляются какие-то вещи, например, компас, которого в античности не знали, здесь он появляется. Я думаю, что мы продолжим еще разговоры представления средневекового человека о прошедшем в следующий раз. А сегодня наша беседа закончена, и я благодарю моих гостей за интересный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие в глубь истории в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова